Тайны нацистского золота Многие независимые западные эксперты, занимающиеся историей Третьего Рейха, уже несколько лет ведут довольно оживленную дискуссию на темы о тайнах нацистского золота. Высказывается весьма любопытная точка зрения, что многие из добытых кровавыми путями сокровищ нацистов и, в частности, пресловутого Черного Ордена СС, превращенные ими в конце Второй мировой войны в клады, являются заклятыми. Одним из основных аргументов в пользу такого неожиданного предположения выдвигается несомненный и постоянный интерес, который испытывали руководители Третьего Рейха к оккультным наукам и предметам. Они создавали тайные оккультные общества и институты, посылали экспедиции в Гималайя и на Тибет, верили в переселение душ и вполне серьезно занимались астрологией. Многие современные ученые убеждены, что организация СС – не что иное, как замаскированный под военно-полицейскую структуру «Оккультный Орден», в тайны которого были посвящены только высшие чины СС. А для рядовых эсэсманов он оставался охранным отрядом национал-социалистической рабочей партии Германии. Не единственный в ряду прочих, что место захоронения некоторых нацистских кладов хотя бы приблизительно известно. Круг поиска довольно ограничен, но даже с помощью суперсовременной поисковой техники до сих пор ничего не найдено. Неужели нет сокровищ? Или все просто миф? В это нельзя поверить, учитывая, какими гигантскими суммами, тоннами золота и драгоценностей располагали нацисты. Все просто не могло уйти в Южную Америку или осесть в хранилищах швейцарских банков, слишком велики объемы. Фашисты ограбили практически всю Европу и даже часть Северной Африки. Есть и другая точка зрения. Нацистские клады не найдены и не обнаружены, потому что они тщательно охраняются. Бдительны тщательно на протяжении десятков лет. Причем постаревшую нацистскую охрану сменяет новое, молодое поколение нацистов. Третья точка зрения признает возможность существования первых двух и предполагает, что истина где-то в золотой середине. То есть существуют клады и охраняемые, и заклятые. Кстати, необходимо сразу отметить, первые и они же последние находки нацистских кладов, в том числе золота и драгоценностей, относятся только к послевоенным годам, к 45-му и 46-му. Потом все просто как отрубило. Сколько не искали, ничего не нашли. Да и нашли-то, по большому счету, совсем немного, по сравнению с тем, чем располагали нацисты. Из больших и очень ценных кладов сразу после войны найдены тайник Эрнеста Кальтенбруннера в Зальцберге и золотой запас Рейхсбанка. На это исследователи отвечают, что Кальтенбруннер никогда не был допущен до оккультных тайн Рейха, в отличие от своего погибшего в Праге предшественника Гейдриха. А раз не допущен до оккультных тайн, то и не мог воспользоваться помощью магов. Золотой запас Рейхсбанка, с точки зрения занимающихся эзотерическими науками, вообще невозможно заклясть. Он принадлежал миллионам немцев. С другой стороны, в той обстановке, которая складывалась для нацистов в 45-46 годах, им было просто не до охраны своих таинственных кладов и сокровищ. Зато потом, когда они сумели найти общий язык с американцами и все немного поутихло, закладами стали внимательно приглядывать. Не исключено и то, что зальцбургские клады Кальтенбруннера отдали специально, как говорится, для отвода глаз. А золотой запас Рейхсбанка так и так остался в Германии. Как полагают западные и отечественные исследователи, в пользу версии об охране бывшими эсэсовцами захоронений сокровищ свидетельствуют факты гибели многих людей, попытавшихся проникнуть в тайны нацистского золота и отважно отправившихся на его поиски. В частности, такие экспедиции предпринимались в Австрии, где, по мнению историков, заложены многие тайники под руководством знаменитого диверсанта Отто Скорцени. Напомним, что Скорцени и Кальтенбрунер оба австрийцы и вполне естественно использовали для тайников знакомые им места. Позднее, по мнению исследователей, тайники в австрийских Альпах негласно охраняли боевики Скорцени. Так, по материалам австрийской криминальной полиции, в феврале 1946 года на гору Раухфанк отправилась небольшая экспедиция из трех опытных альпинистов – Хельмета Майера, Ганса Хаслингера и Людвига Пихлера. Они намеревались найти нацистский клад с золотом. Хаслингер, так и не добравшись до места поисков, решил вернуться с половины дороги. Как он позднее объяснил, ему вдруг стало страшно, и он решил не рисковать. Но его приятели продолжили подъем. Никаких сведений о них не поступало в течение целого месяца. И тогда команда спасателей отправилась на гору Раухфанк на поиски пропавших. Их удалось обнаружить достаточно быстро. В одной из лощин стояла сложенная из снежных блоков хижина, а рядом с ней лежали тела Майера и Пихлера. Оба они оказались мертвы. Причем Пихлера выпотрошили, как свинью, и даже вытащили из разрезанного живота желудок. Полиция это отметила в протоколе осмотра места происшествия, но зачем это сделал преступник или преступники, осталось неизвестным. Преступление не раскрыли, и дело отправили в архив. Летом 1952 года в Штирийские Альпы, якобы располагая какой-то таинственной картой, полученной от неизвестного человека, отправился в одиночку француз Жан де Сос. Он говорил знакомым, что не хочет ни с кем делиться найденным нацистским золотом. «А ты уверен, что сумеешь его найти?» – спросили его. «Конечно», – твердо ответил Жан. «У меня есть карта, и я учитель географии. Мне пришлось исходить немало горных троп». Эта тропа оказалась для самонадеянного француза последней в жизни. Спустя несколько недель тело де Соса обнаружили спасатели. Жан был убит, а все его вещи и оборудование для поисков золота бесследно исчезли. Естественно, при нем не удалось обнаружить и никакой таинственной карты, хотя полицейские проверили даже все швы в одежде погибшего. Любопытно и загадочно, что неподалеку от трупа француза полицейские нашли свежевыкопанный, достаточно глубокий шурф. «Засыпьте яму», – распорядился сержант. Но когда ее стали засыпать, то обнаружился еще один любопытный факт. Земли из отвала не хватило, чтобы сравнять шурф с окружающей почвой. «Он явно что-то нашел», – мрачно заметил один из полицейских. «Да, и поплатился за это жизнью», – заключил сержант. «Но что он нашел?» Это так и осталось тайной, которую никто не сумел разгадать, а ответ унес с собой в могилу де Сос. Знают ее и убийцы, но вряд ли с кем-нибудь поделятся известной им тайной. Осенью 1952 года произошла широко известная трагическая история на знаменитом озере Топлиц, о котором писал известный немецкий исследователь истории Третьего Рейха Юлиус Мадер. В тот период около озера появились инженер из Гамбурга, некий господин Келлер, и профессиональный скалолаз Герт Гернс. Цель их появления на озере все та же – поиск нацистских сокровищ. Гернс через несколько дней сорвался в пропасть и погиб. Инженер Келлер дал полиции подробные показания о несчастном случае и исчез. Обеспокоенные родственники погибшего начали проводить частное расследование, желая во что бы то ни стало узнать истину. Им удалось установить, что инженер Келлер состоял членом СС и в период Второй мировой войны служил в должности начальника секретной базы субмарин, которым было поручено перевозить в тайники сокровища Рейха. Это дело тоже так и осталось нераскрытым, а позднее отправилось в архив. Осенью 1961 года окутанное мрачными тайнами озеро Топлиц получило новую жертву. Погиб нырявший в него аквалангист. Он обладал достаточно большим опытом погружений и погиб при загадочных обстоятельствах. Полиция установила, что сигнальная веревка оказалась перерезанной под водой. Пробовали искать нацистские сокровища и в Южной Америке, в горах Перу, где якобы когда-то заложили тайную базу нацистов. Там бесследно пропали несколько американцев, так же, как и незадачливый Жан-де-Сос, располагавших совершенно точной картой. Скорее всего, карта привела их не к сокровищам, а к смерти. Бесследно исчезали люди в Аргентине, Боливии и даже у берегов Корсики, когда хотели поискать знаменитые сокровища Роммеля. Как правило, все, кто так или иначе мог близко подойти к тайным нацистских сокровищ, либо погибали при загадочных обстоятельствах, либо бесследно исчезали. Что, в общем-то, стоит одно другого. Подобные обстоятельства свидетельствуют о том, что тайный сокровищ Третьего Рейха находится под надежной охраной. По крайней мере, никто еще не слышал, чтобы где-то нашли драгоценности эсэсманов. Ярким примером заклятых сокровищ Третьего Рейха является канарское золото. По мнению ряда исследователей, на Канарских островах немцы спрятали не менее 7 тонн золота в слитках. Неоднократно предпринимались попытки отыскать этот грандиозный клад, и все попытки оказались безуспешными. И не только безуспешными, но с трагическими последствиями для кладоискателей. Их жизни внезапно уносили оползни почвы, люди тонули, неожиданно сходили с ума, вдруг теряли дар речи и слух, но не смогли добыть ни грамма золота. Широко известна история одного из таких кладоискателей, который внезапно стал слепым и немым, а на бумаге мог нацарапать только два слова – «горящие сокровища». Стоит ли говорить, что спрятанные на Канарских островах золотые слитки так до сей поры и не найдены? Их вполне серьезно считают заклятыми. Другим легендарным заклятым кладом Третьего Рейха считаются сокровища Курмиса. По данным ряда западных исследователей, гауптштурмфюрер Гуго Курмис был, как сказали бы сейчас, очень сильным экстрасенсом и ясновидящим. В 43-м году его во главе хорошо подготовленной группы разведчиков-диверсантов забросили в Иран. Группа Курмиса располагала большим запасом золота и драгоценностей, предназначенных для подкупа иранских чиновников и вождей племен Южного Ирана. Однако, на след нацистской группы через свою агентуру достаточно быстро вышла английская разведка. Среди эсэсовцев ходили легенда о небывалой интуиции Гуго Курмиса. Не подвела она его и на этот раз. Он почувствовал, как сжимается вокруг немцев вражеское кольцо. Тогда Гауптштурмфюрер взял весь груз золота и драгоценностей, перетаскал его в определенное место и зарыл там в тайнике. Полагают, что Курмис заклял свой клад. Сам он после этого бесследно исчез. По крайней мере, никаких данных о нем обнаружить не удалось даже его коллегам по эсэс. То, что Курмис мог исчезнуть с золотом, практически исключается. Его непременно нашли и покарали бы другие эсэсовцы. В этом отношении в Черном Ордене дело было поставлено строго. Зато в той местности, где Гуго зарыл сокровища, стали пропадать чабаны и туристы. Хотя место, где находится клад, примерно известно, найти его до сих пор не удается. Один из европейских экстрасенсов пытался обнаружить сокровища нациста, но его нашли без сознания. А когда доставили в больницу, там он, едва придя в себя при попытке заговорить, сгорел дотла. Причем, как рассказывали не на шутку перепуганные иранцы, одежда осталась нетронутой огнем, сгорело только тело. Рассказывают и о фотографе, который снимал с заклятое Курмисом место, а потом посидел и сошел с ума, а проявленная пленка бесследно исчезла. Многое здесь, конечно, из области мрачных легенд и вымыслов, в которые добавили восточного колорита местные жители. Однако во многих мистических рассказах есть и определенная доля правды, поскольку аналогичные случаи отмечались и в других местах. Поэтому большинство исследователей сходится на том, что нацистское золото вряд ли когда вообще удастся обнаружить. К тому же, значительную часть заложенных ранее тайников эсэсовцы могли сами ликвидировать, пустив капиталы в дело. Они способствовали экономическому чуду возрождения послевоенной Германии. Что же касается заклятий, то специалисты полагают, нельзя просто небрежно отмахиваться от подобных версий, поскольку практика наложения заклятий на сокровища существовала тысячелетиями, и нацисты вполне могли ей воспользоваться. В таком случае, их клады могут достаться только тем, кто посвящен в тайны древних заклятий.